всем привет всем привет что-то с горлом стало наверное выпил не столько сколько нужно было всем привет вот нормально теперь сразу хочу сказать спасибо всем тем кто пишет комментарии очень приятно я каждый раз это говорю и не устаю это повторять пишите очень интересно читать интересно общаться важнее человеческое общение вообще мало что есть в этом мире это мое мнение я его придерживаюсь и буду придерживаться ну так же спасибо всем тем кто материально поддерживает канал это тоже очень приятно спасибо и напомнить хочу еще раз о том что если вы хотите увидеть какую-нибудь пластинку на экране своего монитора в этих самых роликах то посмотрите сначала в плейлисты там уже около 300 где-то чуть меньше 300 роликов поэтому не исключено что пластинку которую вы ищете она уже там есть ну или нет и напоминаю также что здесь у меня не стол заказов я говорю только о тех пластинках которые есть моих шкафах которые я люблю которые мне нравятся иногда буду говорить о тех пластинках которые мне не нравятся потому что это тоже очень интересно и вызывает приятнейшие прекрасные дискуссии в которые я погружаюсь с огромным кайфом но тем не менее что касается комментариев и напоминаний люди нет нет да пишут мне о том что а вот бы еще про мальс и дэвиса а вот пожалуйста вот еще про мальс и дэвиса вот еще про мальс и дэвиса мальс и дэвис кай прекрасная пластинка 1968 год 68 год такой же поворотный год в джазе как 67 в уроке это я как-то сам придумал вдруг ни с того ни сего мальс и дэвис кай много можно сказать про этот альбом но сначала состав состав конечно мальс дэвис понятно на чем играет не буду даже говорить те кто не в курсе то посмотрите где-нибудь на чем играл мальс дэвис хирви хэнкок фортепиано и электрическое пиано электропианино что было новостью для хэнкока в то время вайншортер тенор саксофон рон картер бас тони вильямс удивительный барабанщик удивительные и грандиозная фигура просто в барабанном деле тони вильямс ударные естественно и неожиданно всплывший здесь джордж бенсон на электрической гитаре вдруг неожиданно в джазе мальси дэвиса появился джордж бенсон с электрической гитарой ну хотя джаза на электрической гитаре уже было наиграно достаточно много но это был такой очень традиционный очень классический я бы сказал джаз бибоб и все что с ним связано здесь никакого авангарда никаких откровений таких серьезных я что-то честно говоря не припомню ни у гранта грин и не у вас монтгомери хотя это в с монтгомери это вообще чудо это чудеснейший просто музыкант несмотря на то что я много раз говорил о том что мне не нравится звук джазовой гитары не обработаны чистой джазовой гитары но не знаю как то вот он меня не забирает не забирает новость монтгомери это конечно это глыба такая что даже я его противник джазовой гитары съедаю его музыку так вот man's in the sky ну во первых многие критики называют этот альбом переходным рубежным этапным но в основном переходным этот термин довольно странен потому что такое переходный альбом с точки зрения критиков это значит ни то ни сё да это значит до него была одна музыка после него началась другая музыка уже по-настоящему а этот альбом какой-то такой не вашим не нашим такой переход поиск чего-то нового в преддверии того что это новое случится и будет уже по-настоящему а это такой как бы переход также критики пишут что это альбом вызывает ровно столько же восторгов сколько и разочарований почему почему если он вызывает столько же восторгов почему он вызывает разочарование потому что они сами назвали его переходным не понимая видимо значение вот этого понятия смысла что за собой влечет сказано это слово переходный альбом я с большим трудом представляю себя мальси дэвиса который записывал эту пластинку и думал что она переходная вот это я запишу сейчас кое-как попробую здесь попробую там может быть что-то получится а давайте вот здесь поэкспериментируем ну а дальше уже запишем все по-настоящему я думаю что если вы макс дэвис писал с таким настроением альбом то он бы его не стал выпускать просто я так думаю что этот альбом как и любой другой альбом который пишет музыкант записывает он последний для него он для него самый значимый вот он к нему пришел вошел в студию и сказал сейчас мы будем играть музыку ребята сейчас запишем музыку никто не халтурит все работают по-настоящему и мы сделаем это это получается и это абсолютно полноценный законченный с душой с фантазией написанный записанный обработанный сведенный с обложкой даже альбом никакой не переходный он такой какой есть такой есть то что дэвид хотел то самое он и сделал никуда он там не смотрел что после этого мы уже сделаем ребята круто он уже здесь сделал круто он уже ушел от традиционного звучания джазового и начал играть что-то похожее на рок что-то похожее но не хотел видимо играть рок прямой но не хотел хотел бы сыграл бы просто вот эти все разговоры переходный он пробовал он нащупал ничего не нащупывал он вот как хотел так и записал вот нравилась ему такая палитра звуковая так она и сделаны и на электрическом пианино он херби хэнкока заставлял уже играть потому что хэнкок был классическим джазовым музыкантом с нормальным роялем с нормальным фортепиано а тут у него вот эти вот это электрические звуки джорджа бенсона привлек и все ровно столько электричество сколько нужно для данной конкретной музыки это то что касается переходного альбома дальше что касается название название обманчивая так же как и обложка miles in the sky такая обложка то есть что мы здесь можем предположить что это пространные такие трансовые галлюциногенные какие-то полеты под впечатлением того самого лета любви 67 года которая мальса не миновала как и любого другого артиста все же живем в социуме и жили и живем и будем жить и все на нас влияет и вот эта революция цветочная дети цветы лета любви конечно это все влияло это все было в мозгах в душе в ощущениях в диалогах в обсуждениях и проще и проще и прочее почему я это говорю к тому что пришла пора играть новую музыку внутри у дэвиса не вне зависимости от происходящего внутри он он же жил во времени чем и славен чем он знаменит человек живущий во времени он абсолютно адекватно реагировал на время на то что происходило с ним не никогда не подделывался ни под какую моду он сам скорее эту моду формировал в этом смысле он похож на дэвида боу и где-то да он сам мода образующий артист этот самый стиль фьюжн джаз-рок это все рождено в студии и на концертах мэлси дэвис вот так вот дети цветы до трансовая такая вот это вот психоделическая вроде бы штука должна бы быть miles in the sky и такая ложка и что мы имеем мы имеем жесткий драйвовый электрическо-акустический джазовые с элементами просто сумасшествие какого-то энергетить энергетический альбом энергии я хотел сказать энергичный но энергетический даже лучше даже лучше все очень все катится и мэлс дэвис здесь не парит в небе а в этом небе он кувыркается ищет смотрит на облака смотрит на звезды разговаривает с ними и все время находится в движении он не лежит как хиппи такой да на берегу или там на облаке он несется его кидает туда-сюда с самого начала произведение под названием став которая начинается правильно с короткой дроби тони уильямса потом аккорд хэрби хэнкока на электропиано и пошел групп такой довольно простой довольно качёвый вроде все здорово мы пошли вперед простая мелодия сыгранная на трубе маялсом дэвисом но после этой простой мелодии дэвиса начинает кидать уже в разные стороны и труба начинает у него доходить до истерики взлетать вверх падать вниз музыка благодаря хэнкоку разлетается по панораме в разные стороны его аккорды чудесные его пассажи все это вокруг вот так вот вращается бас все это дело склеивает а тони вильямс на ударных творит чудеса просто с самого начала пластинки до конца просто чудеса такой барабанной игры я не знаю где еще можно услышать и в эту пластинку я бы заглавил мальдс дэвис это не вильямс мальдс 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 и тони in the sky потому что то что здесь играет вильямс на протяжении всего альбома это отдельная история это отдельно надо слушать просто вот игру что там с железом творится что творится с дробями что творится с брейками со сбивками в пьесе под названием парапфернали в которой играет джордж бенсон кстати вильямс играет удивительная барабанная соло дико драйвовая дико сложная дико громкая но очень тихая сыграно все очень тихо но такое ощущение что вот она должна быть громким ну вот так она по структуре она громкая позапа задача сыгранной тихо но иногда его здесь пробивает и неожиданные удары удары дроби просто взрывные как как будто падает часть потолка на протяжении первых двух вот этих штук став и парафернали хотя эти две пьесы они для дэвиса для для той музыки которую которую мы привыкли уже у дэвиса сыгранной ранее они структурно достаточно просты то есть идет грув идет риф которая разрабатывается расширяется сужается но остается в себе как как вот с него начали так в нем и покатили и соло да так если грубо говорить но все это очень неожиданно все это очень неожиданно и и вот этот вот miles in the sky на облаке ничего похожего здесь нет энергия драйв и настоящий джаз тире маленькими губами рок на второй сцене black comedy первая пьеса которая начинается с трубы дэвиса и такая фраза первые две фразы как будто такой вот бибоп как будто мы уехали в 50-е годы и вроде все но дальше пошло просто уже сумасшествие просто сумасшествие с трубой уже еще выше чем на первой стороне еще истеричнее чем на первой стороне зависание на одной ноте азбукой морза и дальше вот какая такая истерика 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 тони вильямс подхватывает и все это можно давать абстракцией есть такая поговорка анархия мать порядка да если относительно искусства применительно к искусству и и говорить и и и вспоминает он может сказать абстракция мать порядка в искусстве вот и country sun моя любимая пьеса моё любимое полотно на этом альбоме длинная безумная многочистевое произведение которое несколько раз останавливается замирает в тишину в какие-то такие паузы и кажется кончилось нет бац начинается снова уже что-то другое играется дикий джаз потом вдруг джаз этот переходит в европейские какие-то такие средневековые наигрыши пассажи какое противное слово пассажи херби хэнкока европейская музыка которая опять переходит в американскую а начинается все с такого country sun тут по деревенской дорожке мы идем и приходим в настоящую абстракцию очень круто никакой не переходный альбом а настоящий очень интересный кайфовый яркий miles in the sky 68 год пойду пить что-нибудь пока